Виктория Решетняк Впервые эта книга попала ко мне в руки после того, как я на телевидении увидела трейлер к этому фильму, что фильм создан по книге, такой замечательный, прекрасный. Я очень люблю фильмы, которые трогают до глубины души. И после просмотра фильма я решила прочитать книгу. Книга оказалась безумно замечательной. Она о раково больных детях. Даже уже можно сказать не детях, а о подростках. О том, как они воспринимают жизнь, о том, как они в принципе живут. Зацепила меня эта книга тем, что те, кто живут рядом с нами сейчас, не всегда ценят эту жизнь. У них какие-то проблемы, иногда они мелочные. А здесь дети радуются тому, что они проживают эту жизнь. У главной героини рак легких. У нее постоянно отеки, у нее постоянные визиты ко врачу, много уколов, много лекарств. И при всем при этом она находит человека, своего единомышленника. Изначально это герои абсолютно разные по сути. Он очень позитивный мальчик, но тоже раково больной, потерявший ногу из-за онкологии. Она очень серьезная, постоянно цитирует свою любимую книгу «Царский недуг». Но при этом она его агитирует прочитать эту книгу. И вот на этом начинается все общение героев. Сначала это какие-то насмешки, обсуждения книги, приятное времяпровождение вместе. Главная их мечта – это съездить к писателю их любимой книги «Царский недуг» и узнать, чем же закончилась судьба героини этой книги. А как продолжили жить ее родные, друзья. Хейзл, главная героиня книги «Виноваты звезды», считает, что не нужно этого делать. Это честно, что жизнь человека обрывается на недосказанной фразе, на недожитом дне. Но агастус вселяет в нее веру, желание узнать все же, что произошло, поскольку, по его мнению, это нечестно, что должно быть какое-то соглашение между писателем и читателем. Но в их план вмешивается их болезнь, и вот как она вмешивается и как она повлияет на их поездку, вот об этом стоит прочитать. В героине книги меня больше всего потрясло то, как она относится к своей болезни. Как она сама говорила, что когда я попала в реанимацию, меня попросили оценить боль по десятибальной шкале. Мне было очень больно, но я ставила девятку для того, чтобы на самый-самый крайний случай оставить вот эту вот больную, страшную десятку. И вот эта вот ее сила, что даже несмотря на дикую боль, когда она не могла говорить, она все равно ставила девять. Главному герою меня потрясло его позитивное отношение. Он не унывал даже, когда происходило самое страшное, когда оказалось, что хуже уже быть не может ни для него, ни для главной героини. При этом он все равно находил силы жить, радоваться, даже успокаивать главную героиню. И это стоит того, чтобы прочитать эту книгу и зарядиться вот этим позитивом, идущим от главного героя. Почти каждый одержим идеей оставить свой след в истории, завещать наследство, остаться в памяти. Все мы хотим, чтобы нас помнили, и я не исключение. Меньше всего на свете я хочу стать очередной забытой жертвой в древней и бесславной войне с раком. Я хочу оставить свой след. Хейзл и Ная. У нее легкая походка, она легко ступает по земле. Хейзл знает истину. У нас столько же возможностей навредить вселенной, как и помочь ей. Причем маловероятно, чтобы нам удалось первое или второе. Люди скажут, жаль, что она оставила после себя не такой большой шрам, и немногие будут ее помнить. Жаль, что ее любили, хоть и глубоко, но недолго. Но это не печаль, Панхутен. Это торжество, это величие. Разве не в этом подлинный героизм? Как там первая заповедь врача? Не навреди? Настоящие герои – это не те, кто действует. Настоящие герои – это те, кто все замечает. Тип, который изобрел прививку от оспы, на самом деле ничего не изобретал. Он просто заметил, что люди, перенесшие коровью оспу, не болеют настоящей. Джон Грин. Виновата звезда. Рекомендую. Рекомендую.